Представители знака Зодиака Скорпион, Скорпионы мои дорогие, здравствуйте! Торо прогноз, торо расклад, события ближайшего будущего. Торо на неделю с 29 апреля по 5 мая. Давайте узнаем, как видят карты, и мы зададим основные вопросы в нашем еженедельном прогнозе, что важно знать, что скрыто, неожиданности. И я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какую-то свою историю, или то, что вас сейчас тревожит, беспокоит. Вы сумеете переложить на метафору карты, подсказки для вас будут. Давайте достанем первую карту, которая у нас так и будет называться. Что важно знать? Возможно, это сфера жизни, которая у вас наиболее активно будет проигрываться, или то, чем вам придется заниматься. Чего не избежать, неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать. Что вас будет радовать, что вам будет помогать. Позиция, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаете значения. Дела, работа, бизнес. Энергия, денег. Личная жизнь. Что же для вас важно? Стабильность для вас важна. Те люди, которым вы можете доверять. Ваше ближайшее окружение, решение вопросов семьи. Или ваши партнерские отношения. Партнерские отношения в личной жизни. Или это могут быть партнеры по вашему бизнесу, по вашей работе. Это те люди, которые вас поддерживают. Но часто по королю земли все же о тех добрых отношениях, которые больше касаются нашей личности. Или поддержки больше такой, ну, семейной. Или то, что мы говорим, то, что, ну, все же часто о супругах говорят. Или о тех людях, с которыми мы вместе проживаем. Это вообще сама по себе карта изобилия, процветания. И какого-то прогресса на будущее. Это карта самореализации. Для кого-то из вас это просто получение денег. И пусть не вы принадлежите к знаку зодиака земли, стихии, точнее, земли. Может быть, в вашей жизни, в вашем окружении есть человек такой, который либо это имеет астендент, либо один из знаков стихии земли, телец, девок, козерог. Может быть и так. Или вы будете в этой энергетике, когда вам захочется сделать что-либо конкретно хорошо. Или решить вопросы, касаемые недвижимости, имущества или денег, финансов. Сама по себе карта обещает стабильно, спокойную неделю. В неожиданностях паш воды. И тут где-то тема денег тоже продолжается. Хоть и выглядит, как прекрасная девушка, но она держит кубок, а из кубка выглядывает рыбе голова. Рыба – один из символов благополучия. И денег конкретно. Это могут быть какие-то приятные новости. По части все же личной жизни мы говорим, безусловно, это у нас вода, это у нас кубки. И здесь проходит чувствительность, доброта, проходит интуиция по этой карте. Но это все то, что в конечном итоге, ну, может быть, отчасти нам помогает решить финансовый вопрос. Опять же, почему нет? Вспоминаем про символику рыбы именно как знак, если мы рассматриваем, то эта карта еще и может говорить о радостях, как в неожиданностях, хорошее настроение, когда больше позитива на этой неделе, и это тоже хорошо. Чему сейчас не время? Десятка земли или десятка пентаклей – не время тратить деньги. Или достать из кармана буквально деньги и заплатить за что-то более грандиозное, большое. Банальные траты, понятно, мы совершаем. Или подписать какой-то документ, который тоже будет означать, что от вас уходит энная сумма денег. Даже если вы хотите продать, купить, дни в движимость, ну, может быть, не на этой неделе подписывать важные документы, смотреть, договариваться прекрасно. Ну, или просчитать что-либо дополнительное, или кто знает, так иногда в нашей жизни бывает, мы кому-то сказали, да, а через час мы можем прийти к выводу, что нет, появляется какой-то иной вариант, или мы передумали по той или иной причине. Вот что-то более грандиозное, то не на этой неделе. С другой стороны, карта говорит, что не создай риска для самого себя, для того, что ты уже имеешь, того, что ты уже достиг. Не время, возможно, оказывать поддержку, к примеру, далеким родственникам или к тем людям, которые не относятся к вашему ближайшему окружению. Все же с деньгами или все то, что сводится к энергии денег, будьте аккуратны. Что вам помогает? Ничего не делание прекрасно, мои дорогие. Это медитации, карта в этой колоде, когда нам ничто не угрожает, когда мы приводим мысли в порядок, когда мы просто отдыхаем, и когда мы сами себе не создаем сложных мыслей. Может быть, период предыдущий был достаточно сложный, и карта говорит, просто нам помогает, когда вы уделяете время самому себе. Не строите перед собой каких-то грандиозных планов, не включаетесь в те вопросы, которые более нужны людям. Ну, где-то не быть альтруистом даже на этой неделе, а сконцентрировать внимание на самом себе, мои дорогие скорпионы. Вы люди сильные, но, видимо, пришел тот час, когда вам нужно заняться самим собой. Четверка мечей, она может говорить еще и о том, что, мол, возможно, для кого-то это как пройти обследование. Или если вы долгое время откладывали визит к врачу, самое время это осуществить. Может быть, сходить к стоматологу, кто знает. Карта не говорит нам, что это конкретно болезнь, но иногда уставшие люди делают ошибки. И если мы устали, иммунитет, наши защитные силы реакции организма, они тоже падают, ослабевают. И мы более подвержены даже банальной инфекции. Поэтому отдых, мои дорогие скорпионы, совершенно для вас необходим. Конкретно он помогает. Или где-то освободиться от грустных мыслей. Все-таки карта в значении медитация. Не создавать для себя какого-то ложного шаблона. Или снова и снова не проигрывать какую-то прошлую ситуацию. По этой карте, пусть в других колодах, мы складываем оружие и говорим, что нет и ладно. Вот где-то так. Это все то, что вам помогает. То, что скрыто. А тут правда. Восьмерка земли или восьмерка пентакли – одна из лучших карт в колоде на деньги, на заработки, на прогресс. И карта говорит, работай, у тебя все получится. Детализировать какой-то процесс. Все-таки внимание к деталям нам тоже здесь говорят. Может быть, действительно нужно не заглядывать назад или не оглядываться в прошлое. А нынешнюю ситуацию увидеть как-то по-новому. Построить себе прогресс на будущее. Потому что по восьмерке земли – это в последующий какой-то период времени мы должны самореализоваться. Это то, что скрыто у вас сейчас. Может быть, набрать силы как раз для того, чтобы у вас какой-то план получился. И здесь мы как-то структурируем нашу жизнь по-новому. Адаптируем ее, может быть, с внешними какими-то обстоятельствами, в которых вы находитесь. Или у кого-то изменение законов, у кого-то график работы мог меняться, у кого-то руководитель мог меняться. Если для вас свой личный бизнес – это тоже какие-то изменения происходят, и вы должны свое ремесло, труд, свой бизнес к чему-то адаптировать. И вам потребуется концентрация, концентрация внимания, критическое мышление. И правда, быть отдохнувшему – очень важно. Иначе это в позиции, что скрыто. Вы именно действовать так должны. И с учетом тем более короля земли. С чем-то у вас не должно быть просчета. Да, карты говорят, есть тот, кто вас поддерживает. Ну и самим не плашать обе карты тоже советуют. Дела работы – бизнес. Партнерские отношения, карта радости, карта дружбы, карта счастья, карта того, что само по себе общение в нашей жизни приходит. Или есть по этой карте значение праздника. Может быть, это как, знаете, работа в команде, и когда команда радуется, что осуществился какой-то проект. В коллективе может быть вполне какой-то праздник по тому или иному вопросу. Или когда вы можете со всеми договориться. Но радость, она даже вам выпадает в неожиданностях и хорошее настроение. Поэтому позитивная неделя на дела, работу, бизнес. Деньги. Тут не просто что-то позитивное, а с прогрессом. Паш земли выглядит так. И у нас молодой человек держит конкретно письмо, приход какой-то информации, предложения, возможностей. И даже если меняется руководитель, меняются законы, меняются графики, еще что-то вокруг вас меняется. А у вас возможности из этого извлечь пользу. И более того, как-то ту или иную ситуацию адаптировать под себя. И из этого еще получить какие-то бонусы. Вот в целом продуктивный период, как на деньги, так и, будь то согласование бумаг, будь то построение карьеры, решение каких-либо вопросов. Вас, правда, как радует самореализация, так и радует то, что вы важное что-либо можете осуществить на этой неделе. И, безусловно, по деньгам новые способы заработка у кого-то могут проиграться. Или то, как предложение по новой работе. Почему нет? Или, если вы рассматривали, обучались, как дополнительный доход, например, создать, и вы где-то в этом направлении движетесь, предполагая, что наступит тот момент, когда придется от похода в офис отказаться, а уйти в работу на самого себя. И тогда вот это второй вид занятости может быть для вас как раз прогрессом на этой неделе. Как минимум, известие, что вы на правильном пути. Или, мои дорогие, для кого-то это не то, что приглашение, хотя может как приглашение прозвучать из уст руководителя. Ты пойдешь на курсы, ты должен или тебе нужно получить сертификат, и вы будете это осуществлять. Или даже получать буквально какой-то сертификат. Это для кого-то и может как длительный более период обучения, но по пажу, земли или пентаклей. То, что мы делаем в последующий период в жизни, для нас будет как и увеличение нашего дохода, так и в целом увеличение благополучия. Нет ничего, что просто так, а все как будто со смыслом для вас на этой неделе. Личная жизнь. У кого-то любовь. Старший аркан влюбленный. И иногда эта карта сама по себе говорит о взаимоотношениях. Но это также старший аркан выбора. Для кого-то из вас это выбор между партнерами. Все же мы все разные. А для кого-то эта карта иногда, тем более с учетом остальных карт, может как раз означать, что вы собираетесь куда-то отправиться, переехать. И вам нужно продумать какую-то свою стратегию, тактику по части личной жизни. Или, может быть, эта карта будет говорить, выбор есть где-то по работе, как самореализация в каком-то деле. И ее придется совместить с теми вопросами, которые в личной жизни перед вами стоят. Что-либо согласовать. Но по этой карте эта карта дуальная. И мы всегда можем со всеми договориться, найти общее взаимопонимание. Прекрасный старший аркан, который говорит о том, что как минимум один человек есть, который вас любит. Или может быть такой человек в вашей жизни. Поэтому, мои дорогие, если сейчас кто-то из вас один или одна, тогда карта будет говорить, не выбирай одиночество, а как раз тебе нужно продумать, чтобы не быть одному или одной. Ты тоже делаешь выбор. Мы ежедневно делаем выбор. И часто даже не задумываемся об этом. Но полноценное счастье, оно для большинства из нас, оно строится, когда все сферы жизни находятся в балансе. Когда мы можем прочувствовать вот эти добрые эмоции, какую-то поддержку. И поэтому для кого-то это повод привести мысли в порядок и вправду задуматься, каким образом я могу познакомиться. Это тогда будет выбор между одиночеством и построением новых отношений. И даже если прежняя какая-то была история со знаком минус, это не значит, что мы этот минус должны буквально как резк на себе поставить. Подумайте об этом тонком нюансе тоже, для кого это актуально. Для тех, кто в паре, тут как раз очень продуктивно, радостный период от этой недели. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.